Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в центре Сен-Гейт. Меня зовут Майкл Мелехов. Рядом со мной сидит Джозеф Розенберг. Джозеф, здравствуйте! Добрый день! Финансист по определению, по образованию. Экономист по призванию и по образованию. И человек, который занимается семейным бюджетом. Человек, который занимается всеми вопросами, связанными с бюджетом семьи и с финансами. А мы являемся поклонниками этих финансов. И у нас сегодня вторая передача в рамках этой программы финансовой. И мы в прошлый раз остановились с вами на кредитных карточках. Давайте мы продолжим. Хорошо. Значит, первое. В нашей жизни всегда присутствует какой-то элемент традиции. С традицией людям удобно работать. Они знают, что надо встать в одно время, в одно время позавтракать и так далее. И, соответственно, такая же традиция сложилась по использованию кредитной карточки. И вот кредитная карточка в основном используется так, как, в принципе, банки нас и учат ею пользоваться. Она используется для удобства. То есть для того, чтобы не понимать, не вынимать чековую книжку, для того, чтобы не носить кеш. Очень удобно пластиком отчитываться и потом платить либо сразу, либо. То есть, если бы это не было удобно, эти карточки не были бы так распространены. Но если, скажем, взглянуть на этот финансовый инструмент чуть-чуть глубже, то, ну, скажем, выяснится, по крайней мере, с позиции моего образования и опыта. Эти карточки, в принципе, являются прямым продолжением того, что на стак-маркете называются бонды. Как это по-русски? Облигации? Облигации. Совершенно верно, облигации. И если учесть, что стак-маркет, я не говорю, что стак-маркет чисто Америки, а мировой стак-маркет, тем более сейчас их трудно различить, они, так сказать, пронизаны друг в друга. Этот инструмент эффективно работает, то в свое время уже, ну, лет 15 назад, как минимум, я подумал о том, а почему кредитная карточка не может работать таким же образом? То есть не просто предоставлять удобство, а стать финансовым инструментом. Вот. И когда я начал разбираться с этим вопросом, я увидел, там есть одно ограничение, которое, ну, скажем, не позволяет использовать эту карту эффективным образом. Смысл заключается в том, что все бенефиты, которые в этой карточке заложены, они, в принципе, сконцентрированы только на первых 12 месяцев. Только на первые 12 месяцев мне дается нулевое финансирование, только на первые 12 месяцев мой пеймент за ту сумму, платеж за ту сумму, которую я взял, маленький, и маленький значительно. То есть, например, если вы берете, скажем, вы взяли карточку и использовали ее на 5000 долларов, то в стандартной ситуации ваш пеймент должен быть находиться в районе, там, я не знаю, 300-400 долларов в месяц, а кредитная карточка может вас за эту же сумму чаржить, русский язык теряешь. Это самое, вы можете получить билл всего на 50 или на 60 долларов. Другое дело, что через год он драматически повысится и все изменится, да. Но если мы будем находиться в пределах первого года, мы получили изумительный финансовый инструмент. Джозеф, у меня к вам вопрос вот какой. Еще раз напомню о том, что наша аудитория – это не те, не только те люди, которые проживают на территории Соединенных Штатов. Это вся русскоязычная аудитория, которая слушает наши программы. И очень много людей проживает, скажем, на территории постсоветского пространства. Я полагаю, это карточки везде одинаковые, просто финансовые суммы разные. Насколько я знаю, вот эта процедура функционирования кредитной карточки везде одинакова. Везде одинаково, потому что это продукт банковской системы. И опять же, я же сказал, банки, они пронизаны друг в друга. И вот это предложение нулевое на первый год, насколько я знаю, оно действительно для карточки. Ну, допустим, если Ситибанк издает такую карточку, он даже не интересуется, в каком городе он издал. Это его предложение, вернее, в какой стране. Но опять же, все зависит. Если вы видите, что вам банк не предоставляет нулевое финансирование, значит, то, о чем я буду говорить, этого конкретного банка и этого конкретного человека не касается. Вопрос такой. Опять же, если считать, что кто-то задает нам вопрос из другой страны, ну, неважно, с России, из Израиля, к примеру, я знаю, у вас был опыт работы с людьми, у меня есть клиенты, которые... У меня есть клиенты around the world. Да, значит, со всего мира. То есть, получается, что, допустим, человеку не предоставляет кредитную историю по каким-то причинам. Он приходит к вам, но это очень просто. Он находится в городе Чикаго, он пишет вам, приходит к вам, и вы ему помогаете. Может ли такая ситуация случиться в какой-то другой стране? Можете ли вы ему помочь? Я это делаю. Я это просто делаю. То есть, у каждого человека могут быть свои особенности, но правила, по которым формируется работа с кредитными карточками, она одинаковая. Поэтому наша задача, карточку нельзя подогнать к желаниям клиента, кондиции клиента можно подогнать. Я понял. К тому, что требует от нас бар. Хорошо. Как правило, опять же, проживая здесь достаточно много лет и имея огромное количество всяких карточек, как правило, карточки... Good for you. Да. Ну, вот у меня как раз специфический вопрос, поскольку вчера я взял и закрыл карточку одну. Мне это просто стыдно перед нашей аудиторией, что вы сделали так безграмотно. Нет, у меня к вам такой вопрос. Какие-то карточки бесплатные, то есть нету какого-то годового взноса, которого мы платим, и таких большинство, кстати. Очень немногие карточки, они берут какой-то такой членский взнос. FI, да, годовой FI. Да, годовой FI. И вот у меня... Почему я закрыл карточку? Как-то мне не захотелось платить, пускай даже в год, но все равно это 60 долларов, мне как-то не захотелось платить. Я им задал вопрос, я им позвонил, говорю, ребят, а если я не буду закрывать? Я же выгоден как клиент, но я не хочу платить 60 долларов. Они мне говорят, ну тогда у вас есть один вариант закрыть. Просто у меня в этом банке есть еще одна точно такая же карточка, и там я уже плачу свои проценты по своим причинам. Так вот, в чем разница между теми карточками, которые требуют какой-то годовой оплату, и те, которые не требуют? Отвечаю сразу, никакой. Никакой разницы. Так от чего мы тогда клюем на это все? Ну-ну, давайте скажем так. Забыли интересы банка. Меня не интересует, что банк делает с этими картами. Меня интересует только то, что эта карта может принести мне или моему клиенту. И если я вижу, что, допустим, у человека кредитная карточка с лимитом, там, не знаю, 25 тысяч долларов, стоит ему в год 195 долларов, я ему говорю, конечно, сохрани ее. Потому что у тебя в течение года есть шанс загрузить эту карту, скажем, на 15 тысяч долларов, и только первый пеймент тебе эти 190 долларов сэкономит. Это первый фактор. А второй фактор, мы этого еще не касались, но мы к этому, естественно, придем, что один из моментов главных, которые, собственно, краеугольных камней, которые формируют для банка наш имидж, это пропорция между лимитом, то есть длиной кредитных карт, всех кредитных карт, и балансом. И поэтому, чем больше у меня разница, тем я в лучшей форме, тем меня лучше оценивают. И поэтому, когда мы закрываем карточку, ну, давайте скажем так, у вас 60 тысяч общая кредитная линия, и 20 тысяч, вы карточка, которая вам стоит 200 долларов в год. Только то, что вы закроете и украдете у себя, 30% вашего лимита уже уронит ваш кредит. Понимаете? Намного? Ну, нетрудно, это невозможно. Если вы слышите, когда кто-то вам скажет, что ваш кредит скоро изменился, там, на сколько-то поинтов, потому что вы что-то сделаете, говорите с ним про футбол. Понятно. Этого не знает никто, включая компанию Файка, которая формирует эти кредиты. Ну, об этих компаниях мы поговорим, у нас есть три главные компании, дорогие друзья, но я так полагаю, не только в Соединенных Штатах, есть три главные компании, которые занимаются... И есть какие-то бюро, да. Обследование бюро, которое занимается обследованием кредитной истории абсолютно всех граждан, и можно с ними пообщаться, и можно решить какие-то вопросы, почему у вас плохой кредит, почему у вас неплохой. Можно это сделать, мы об этом будем говорить. Ну, в данном случае я это закрыл, поскольку мне трудно повредить, у меня очень хорошая кредитная история, и кредитный скор, и кредитная линия у меня больше, чем 60 тысяч, дело не в этом. Но просто мне не хотелось платить лишние вот эти вот деньги. Давайте так, мухи отдельно, варенье отдельно. Ваша ситуация... Это ваш шаг. Он носил, с моей точки зрения, скорее всего, эмоциональный характер, а не характер, который отражает состояние вашего бюджета. Согласен. Поэтому, дорогие друзья, лишний повод сказать того, что мы очень многие вещи не знаем. Я очень рад тому обстоятельству, что мы беседуем сегодня с Джозефом Розенбергом. Несмотря на мои 25 лет проживания в Соединенных Штатах Америки, я тоже учусь, и я не все знаю, естественно. Я знал, что это не самый лучший вариант, но как-то бывают ситуации, когда действительно эмоционально она перехлестывает, может быть, какие-то более рациональные, скажем, вещи. Но, тем не менее, хорошо, давайте все-таки вернемся к вопросу о том, что кредитные карточки могут предоставлять, первое, мы уже знаем о том, что они берут за это деньги какие-то, и представляют какие-то дополнительные бенефиты, как они говорят, с другой стороны, они дают определенную кредитную линию. Зависит ли вот эта кредитная линия, если мы заказываем себе какую-то новую карточку? Мы не можем заказывать карточку, можем, мы не можем заказывать кредитную линию. от чего зависит от кредитной линии, которую нам дают бак. Давайте мы вот что сделаем. Мы сейчас прервемся на секунду, а после этого я как раз расскажу о том, что мы будем делать. Давайте. Дорогие друзья, напоминаю, рядом со мной сидит Джозеф Фрозенберг, финансист, экономист, хороший человек. это без сомнений, иначе бы он не сидел вообще-то рядом со мной. Хорошие притягивают, подобные притягивают, подобные. Мы же это знаем. Вы меня льстите. Да. Я себе. Дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Сангейт-центр, Майкл Меликов рядом со мной, Джозеф Фрозенберг. До новых встреч. Сангейт-центр.